Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. Меня зовут Александр Масликов. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Последнее селфи. Туристка погибла в ущелье Дарданеллы при попытке сделать хорошее фото. Как сделать поход безопасным? Промышленные варвары. Уголовное дело за военные действия в тигриных угодьях возбуждено в Приморье. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности, а также причиненный злоумышленниками ущерб. Держи краба. Насколько доступны делегатесные морепродукты для жителей Приморской столицы? Пенсионеры в основном не покупаем. Это редкий случай, когда икру в ястыках возьмешь, 100 грамм сам сделаешь. Потому что очень дорогая рыбопродукция у нас. Сумасшедшие цены. Также в выпуске «Долгий путь». Дорожные службы продолжают ремонтные работы во Владивостоке. А закончить планируют в середине ноября. Еще расскажем. Внимание на экран. Восьмилетний школьник снял мультфильм про спасение тигров. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. В честь 81-й годовщины основания Приморского края 20 октября массовая утренняя зарядка прошла во Владивостоке. Более 200 любителей здорового образа жизни собрались на Центральной площади. В акции участвовали спортсмены, представители молодежных и общественных движений. Под руководством инструкторов они провели активную разминку, после которой устроили флешмоб, выстроившись в большую надпись «Приморье-81». А еще жители Приморья в субботу, 19 октября, стали участниками масштабного события – Всероссийского дня ходьбы. С праздником спорта приурочено к 81-й годовщине основания края профессионалов и любителей поздравил губернатор региона Олег Кожемяка. По традиции, в субботнем утром глава региона принял участие в зарядке чемпионов. На этот раз к участникам проекта «Приморье за спорт» присоединился и российский космонавт, полковник, герой Российской Федерации Роман Романенко. Спортсмены и любители вместе с губернатором и летчиком-космонавтом размялись перед пешеходными маршрутами. Спортивный праздник проходил под эгидой Олимпийского комитета России в честь подготовки к играм в Токио в 2020 году. Напоминаем, что «Приморье» выбрана базовая площадка для подготовки спортсменов многих сборных страны. Именно на приморских стадионах будут тренироваться перед Токийской Олимпиадой. Кроме того, спорт выбирает все больше приморцев. Об этом говорит и активное участие в беговых мероприятиях и в массовых зарядках по субботам, которые проводятся почти во всех городах и районах. Тысячи людей в Приморье сегодня занимаются ходьбой и бегом, и йогой. К другим темам. Дорожные службы продолжают ремонтные работы во Владивостоке. На днях подрядчики приступили к укладке первого слоя асфальта на улицу Боревича. На Фонтанной такую работу уже успели завершить. Теперь там меняют плиты перекрытия, а также устанавливают новые люки и решетки инженерных сетей коммуникации. В настоящий момент подрядчикам проведены работы по укладке выравнивающего слоя асфальта и ведутся работы по поднятию люков инженерных коммуникаций. После выполнения этих работ будет произведено финишное асфальтирование и все инженерные коммуникации и люки будут выровнять с асфальтовым покрытием. Подобные обновления затрагивают сразу несколько уголков Владивостока. Рабочие асфальтируют тротуары и дороги, а также занимаются ремонтом лестниц, подпорных стен и других объектов городской инфраструктуры. Золотая осень в Приморье – время экскурсии и турпоходов. Однако не каждый пикник на природе заканчивается благополучно. Несчастный случай произошел в ущелье Дарданеллы днем в субботу, 19 октября. Одна из туристок сорвалась со скалы и разбилась насмерть. Подробности вам расскажет Светлана Садовая. Желание сделать селфи оказалось смертельным для жительницы Владивостока. Несчастный случай произошел в ущелье Щеки Дарданеллы – одном из любимых туристических маршрутов фанатов горного туризма. Одна из участниц группы сорвалась со скалы высотой несколько десятков метров. Падение оказалось фатальным. Прибывшие спасатели подняли тело женщины только к вечеру. В Приморском крае 19 октября произошла трагедия. Группа туристов из Владивостока отправилась на экскурсию в ущелье Дарданеллы в партизанском районе. Это горная долина, которая тянется вдоль реки Тигровой. Одна из участниц похода, 40-летняя жительница Владивостока, хотела сделать красивый кадр, но оступилась и сорвалась с 70-метровой высоты. Ее коллеги, в надежде на то, что женщина еще жива, вызвали сотрудников МЧС России. Ущелье Щеки Дарданеллы находится в партизанском районе. Это горная долина, которая тянется вдоль реки Тигровой. Маршрут к вершине довольно простой, поэтому популярен у многих туристов. Особенно большой поток посетителей здесь в выходные дни. В ущелье Щеки Дарданеллы есть деревянный мостик, на котором обычно делают фото на память, а роуп-джамперы совершают с него экстремальные прыжки. Прибывшие на место происшествия спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда филиала ДВРПСОМЧС России обнаружили тело женщины без признаков жизни. Далее спасатели эвакуировали тело на носилках вниз по дороге и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, которые констатировали гибель женщины. А тем временем туризм в Приморье в эти дни золотой осени продолжает собирать кровавую жатву. Так три человека перевернулись на внедорожники и погибли на таежной дороге в Приморье. Авария произошла в 15 километрах от села Малая Кема в Тернейском районе. По предварительным данным, водитель внедорожника Исузу Бекхорн не справился с управлением, съехал в Кювет и автомобиля прокинулся. Всем погибшим было от 33 до 36 лет. Экстремальный туризм набирает всю большую популярность у жителей края. И адреналиновый голод или желание запостить крутую картинку в Инстаграм все чаще побеждают инстинкт самосохранения. Но как показывает статистика, ангелы-хранители успевают далеко не ко всем. Светлана Садовая. Новости на восьмом. И в продолжение темы расскажем, как покорить приморские вершины безопасно. Покорить вершину – это вызов и прежде всего для себя. Горный туризм в Приморье набирает все большую популярность и осенью в лесу многолюдно. Однако к любому походу нужно готовиться основательно. Как подготовиться к серьезному восхождению, чтобы поход оставил незабываемые впечатления в нашем сюжете. Почти 80% территории Приморья занимают многочисленные хребты и отдельно стоящие сопки. Самая высокая вершина – гора Аник, расположенная у границы с Хабаровским краем. Ее высота – 1933 метра. А до ближайших сопок – высотой 1200-1400 метров. От Владивостока всего около 100 километров. Итак, самыми популярными местами паломничества Приморского края являются гора Ливадийская и Липидан, Фалаза, Туманная, Облачная, Ольховая, Голец, Снежная, Сестра, Лысая, Четинза, Большой Воробей. Это список вершин Приморского барса. Почетный знак «Приморский барс» утвержден в 1998 году. И для его получения нужно сфотографироваться на 10 вершинах края у контрольной точки. Не на каждую вершину можно добраться без должной подготовки. Фалаза-Пидан. Многие на Четин заходят. Но это самая посещаемая вершина. Советую посетить гору Ольховая. Она 1670 метров. Находится в Партизанском районе. Очень красивая гора. Советую сразу всем. Ну, наверное, одна из любимых. Не то, что моих вершин, но очень многих моих ребят нравится. Мы туда по несколько раз ходим. Ну, можно попробовать свои силы, сходить на Облачную, конечно. Ну, для начала надо хотя бы сделать 2-3 вершины восхождения. Какие-то более-менее такие интересные вершины. Ну, как невысокие 1230, там 1320. О том, как добраться до нужной вам горы, можно узнать в интернете. А вот путь до вершины нужно прокладывать самостоятельно. И если на Пидане тропа больше похожа на дорогу, то на Облачной или Снежной легко можно заблудиться. Однако самостоятельно проложить маршрут все же возможно с помощью специальных приложений. Мэп СМИ, Геотрекер и другие приложения помогут найти вершину даже в режиме онлайн. Предварительно нужно продумать, как вы будете добираться до подножья. Соброску нужно, конечно, организовывать достаточно надежно. Есть период времени и некоторые условия, которые позволяют, ну, с большой степенью вероятности, вот, как вы говорите, подсесть, допустим, поездка на тот же Пидан, вот, в настоящее время, она позволяет это сделать почти что наобум. То есть, приехав в Анисимовку, там, к утру, почти, там, с 80-процентной вероятностью будет стоять ЗИЛ, который набирает туда людей. Ему, там, как раз не хватает вас двоих, там, или, там, троих. Но осенью, например, это будет, может оказаться нереальным. Вы подъедете, а ЗИЛы будут, все ЗИЛы, причем, будут заняты туристическими компаниями, которые по 30 человек этих желающих рассаживают, и места вам не найдется. Ну, и всегда остается вариант пройти ногами то, что вы не проехали. То есть, 10-12 километров до точки старта, допустим, интересующей, их всегда можно спланировать и всегда можно пройти. В дорогу нужно брать с собой лишь самое необходимое. Каждая лишняя вещь – это вес, и он будет мешать. В походном рюкзаке должно быть полтора литра воды на человека, перекус, запасная футболка, носки, репеллент от клещей, зажигалка, растопка, карта и фонарик. Планируя длительный поход, нужно позаботиться о спальном месте и питании на несколько дней. Форма одежды удобная. Легкие штаны, легкая футболка, легкое снаряжение. То есть, рюкзак, небольшой рюкзак может подойти городской, но лучше, конечно, если он будет специализированный, хотя бы с небольшим каким-то грузовым поясом. Немножечко кармашков там больше должно быть, чем в городском рюкзаке. Какие-то удобная лямка, проветриваемая спина – это все хорошо. Но если этого ничего нет, можно обойтись тем, что есть. Перед тем, как отправиться в поход, нужно зарегистрироваться в МЧС, обратившись в Главное управление МЧС России по субъекту. Все адреса и телефоны есть на сайте МЧС России. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств спасатели прибудут оперативно. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом. На плавбазе Пётр Житников завершилась прокурорская проверка. В ходе неё были выявлены несоблюдение правил пожарной безопасности и безопасности мореплавания. В отношении капитана возбуждено дело об административном правонарушении. Судовладельцу вынесли на представление. Об этом сообщила старший помощник дальневосточного транспортного прокурора Елена Барсукова. Также после пожара на плавбазе последовала проверка капитанов морских портов находкой Владивосток администрации морских портов Приморского края и Восточной Арктики. В её ходе выявлен недостаток контроля при исполнении полномочий, на основании чего заместитель дальневосточного транспортного прокурора внёс представление руководителям Сахалинско-Курильского и Приморского территориальных управлений Росрыболовства. Во время оценки действий сил и средств, привлечённых к спасательной операции, нарушений не выявлено. Напомню, плавбаза Пётр Житников компании «Дальморепродукт» загорелась в Тихом океане у Курильского острова Итуруп 23 сентября. Из 420 членов экипажа большинство эвакуировали, 63 человека остались тушить пожар. Росморречфлот сообщил, что пожар реликвидирован 30 сентября. В пожарском районе Приморья возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Промышленные варвары или истребители таёжных красот имели одну основную цель. Набить карманы деньгами, не обращая внимания ни на какие принципы. Вооружившись, мягко говоря, до зубов, а также имея в своём распоряжении тяжёлую гусеничную технику, браконьеры вели промысловую охоту на основную добычу краснокнижных амурских тигров на косуль. Дознавателям отдела МВД России по пожарскому району Приморского края в отношении подозреваемых в браконьерстве возбуждено уголовное дело по статье 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что в тайге государственные инспекторы в области охраны окружающей среды совместно с представителями центра «Амурский тигр» остановили четверых местных жителей, которые, предположительно, занимались незаконной охотой на диких косуль. На место происшествия выехала следственная оперативная группа территориального подразделения органов внутренних дел. Сотрудниками полиции изъяты карабины с оптическими прицелами, прожекторные фонари, тепловизоры и рыболовные снасти. Обнаруженные фрагменты животных и оружия направлены на экспертизу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности, а также причиненный злоумышленниками ущерб. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, сразу после которой. Держи краба! Насколько доступны деликатесные морепродукты для жителей Приморской столицы? Внимание на экран! Восьмилетний школьник снял мультфильм про спасение тигров. Шестой этап. 11 белух из бухты Средняя находятся в пути к местам их традиционного обитания в Охотском море. Партнер выпуска новостей – торговый дом «Планета безопасности». Хотите узнать, что делают ваши работники? А что делают сейчас ваши дети? Кто у вас на даче? «Планета безопасности» ответит на ваши вопросы. Работа кипит. Дети под присмотром на даче. Все в порядке. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Держи краба! Насколько доступны деликатесные морепродукты для жителей Приморской столицы? Внимание на экран! Восьмилетний школьник снял мультфильм про спасение тигров. Шестой этап. 11 белух из бухты Средняя находятся в пути к местам их традиционного обитания в Охотском море. В эти дни в Приморье проходит четвертый фестиваль крабов. В гастрофестивале на этот раз участвуют более 20 регионов России. Во Владивостоке участие в гастрономическом событии. Принимают более 10 ресторанов и кафе. До 30 октября гостям будут предлагать блюда из синего камчатского краба по специальной цене. А мы решили выяснить, насколько доступны такие деликатесные морепродукты для жителей Приморской столицы. Подробности далее. Камчатского краба, которого в основном продают во Владивостоке, добывают в Беринговом и Охотском морях. Купить деликатес можно на рыбных рынках и в магазинах, но только в замороженном виде. Свежего краба подают лишь в нескольких ресторанах города. Его стоимость зависит от размеров. Краб весит в среднем от полутора до трех килограммов. Цена одного килограмма начинается от трех тысяч рублей. С каждым годом все становится все дороже, дороже, дороже. А в далеком прошлом, в советские времена, стояли крабы, я сейчас помню, пирамидой на Светландской рыбном магазине. И, в общем-то, все время стояли. Ну и брали их люди. Купить свежего краба сейчас можно и на ежегодном гастрономическом фестивале. Сегодня он проходит во Владивостоке. Его проводит в том числе и один из популярных рыбных ресторанов. До 30 октября жители города смогут отведать блюда из свежего краба со скидкой в 50%. Например, салат с крабовым мясом обойдется в 650 рублей. С 11 утра уже стояла очередь в ресторан. И самое главное то, что к нам приезжают гости не только из России, а еще и из Кореи и Японии. Цена замороженного краба на рынках и в магазинах города от двух тысяч рублей за килограмм. Отдельно за клешни придется заплатить на 300 рублей больше. Еще один дорогой деликатес – морской гребешок. Его выращивают в прибрежных водах. Килограмм стоит от полутора тысяч рублей. Позволить себе эти деликатесы могут немногие. Пенсионеры в основном не покупаем. Это редкий случай, когда икру в ястыках возьмешь, 100 грамм сам сделаешь. Потому что очень дорогая рыбопродукция у нас, сумасшедшие цены. Красную икру в городе продают в среднем по 2500 рублей за килограмм. В этом году в связи с миграцией лосося улов оказался меньше, чем в прошлом. Сотрудники рыбной отрасли говорят, к концу года икра подорожает на 20%. И в декабре будет стоить не меньше 4000 рублей за килограмм. Так что, как говорится, близок локоть, то есть море, да не особо укусишь. Олег Завьялов, Новости на Восьмом. Земля леопарда стала частью сюжета детского мультика «Защитник тигров». Успешный выпуск «Дикого тигра» в Национальном парке «Земля леопарда» оказался счастливым финалом мультфильма «Защитник тигров». Снятого на мультстудии «Парус надежды» и восьмилетним школьником из Дальнереченска Тимофеем Михайловским. Мультикапликационный фильм был создан в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Парус надежды». «Парус надежды» сотрудничает с Национальным парком и периодически наши ребята бывают на земле леопарда с экскурсиями. Поэтому они действительно уверены, что это хорошее место для жизни редких зверей. ФГБУ «Земля леопарда» благодарит создателей фильма за оказанное внимание приглашает бесплатно посетить экологические маршруты Национального парка ребят в сопровождении их родственников. Еще отметим, что в 2018 году на территориях ФГБУ «Земля леопарда» было зафиксировано 33 взрослых аморских тигра и 17 котят. Это на несколько особей превосходит показатели 2017 года. Посмотрим этот мультик, снятый мальчиком, который в трудных жизненных обстоятельствах не утратил веры в добро. «Я знаю хорошее место, куда я его отвезу. Оно называется «Земля леопарда». «Я много раз проезжал мимо него». «Вот и «Земля леопарда». «Распорсибра-черовик». 11 белух из бухты Средняя сегодня находятся в пути к местам их традиционного обитания в Охотском море. Их выпустят на волю в районе Сахалинского залива. Белухи путешествуют на научно-исследовательском судне в НИРО в специально установленных транспортировочных ваннах. Перед погрузкой морских млекопитающих осмотрели ветеринарные врачи, которые констатировали, что животные находятся в хорошей физической форме и готовы к транспортировке. По всему маршруту белух будут сопровождать ученые в НИРО, врачи и тренеры. Это уже шестой этап реализации плана выпуска морских млекопитающих из бухты Средняя в дикую природу. Напомним, что в начале октября специалисты и экипаж судна в НИРО Владимир Сафонов успешно завершили операцию по выпуску 14 белух из бухты Средней. Все косатки из бухты Средняя были выпущены ранее. Специалисты рассчитывают выпустить всех животных в Охотское море до наступления зимы. Главный тренер «Луча» подал в отставку. Рустем Хузин оставил приморских футболистов после провального матча с Енисеем. Хоккеисты-адмирала у себя дома встречались с клубом «Северсталь». Моряки смогли вырвать победу на последних минутах матча. Все подробности у Максима Яковлева. Главный тренер «Луча» Рустем Хузин подал в отставку. Наставник приморского клуба заявил об этом после домашнего матча с Енисеем, в котором «Тигры» проиграли. Причем гости забили победный мяч на последних минутах с пенальти. После этой игры «Луч» оказался на 14-й строчке в турнирной таблице. Главный тренер решил, что на этом пора заканчивать. Нужна какая-то эмоциональная встряска. Новый тренер. Поэтому руководителю удовлетворили мое заявление. Поэтому новый тренер все-таки внесет какую-то свежесть действия команды. Под руководством специалиста «Тигры» одержали 16 побед и 19 раз проиграли. Но больше всего запомнится период под управлением Хузина ничейными результатами. Так закончилась почти половина всех проведенных игр. Отметим, что исполнять обязанности наставника в ближайшее время будет старший тренер «Луча» Александр Ушахин. Хоккеисты-адмирала у себя дома встречались с Череповецкой Северсталью. Матч оказался максимально непредсказуемым. В первом периоде соперники обменялись забитыми шайбами. Если на старте игра была равной, то после перерыва гости стали давить сильнее. В итоге к середине матча счет был уже 1-3 в пользу Северстали. Все, что успели моряки во втором периоде, так это вернуть один гол. Мартин Бакош подарил приморцам надежду на камбэк. Возвращение адмирала в игру и болельщики, и сами спортсмены, конечно же, ждали. Но явно не предвидели того, что в итоге произошло далее. Владивостокский клуб сначала сравнял счет усилиями Вихарева – 3-3. А затем за последние 6 минут забил еще две шайбы в догонку. Овации заслужили Конов и Юнг. При этом хозяева ни разу не позволили ответить сопернику и полностью выиграли концовку. Невероятный камбэк при счете 5-3 принес победу адмиралу, а также закрепил команду на четвертом месте в таблице. Следующий матч моряки проведут 23 октября. Во Владивосток приезжает клуб «Динамо». Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Долгий путь. Дорожные службы продолжают ремонтные работы во Владивостоке. Закончить планируют в середине сентября. Последнее селфи. Туристка погибла в ущелье Дарданеллы при попытке сделать хорошее фото. Промышленные варвары. Уголовное дело за военные действия в тигриных угодьях возбуждено в Приморье. Держи краба. Насколько доступны деликатесные морепродукты для жителей Приморской столицы. Внимание на экран. Восьмилетний школьник снял мультфильм про спасение тигров. Шестой этап. Еще 11 белух из бухты Средняя находятся в пути к местам их традиционного обитания в Охотском море. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницу восьмого канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток.